Итак, у меня есть момент, который я должен сказать Роберто по лазерной хирургии. Итак, мы предлагаем нашим пациентам два варианта на нашем онкологическом совете лазерной терапии. То есть, можно сделать, например, один-два раза лазерную хирургию, проведя одну-две ночи в клинике, либо шесть недель лучевой терапии, пять раз в неделю, и все пациенты выбирают операцию. Тогда счастливы все и наши радиологи, и я, поскольку я предлагал им, скажем так, лучевую терапию. Итак, реэкзекция по холеи средней области лица, паранзального синуса, реконструкция с использованием резервируемого полилактида. Вы знаете, если имеются большие опухоли в средних облицах лица или в области, в переднем зоне основной черепа, я использую такой материал, как полилактит в комбинации с костью. И я провел ретроспективное исследование, более 40 случаев. Мы изучали первичную точку достижения интероперационной реконструктивного эффекта, и вторичную точку — механическая стабильность, биодоступность, биосовместимость и так далее. Так, у нас 44 пациента, 48 операций, которые были проведены в период с 2007 по 2015 годы. Мы провели операции в комбинации с костью, с хрящевым материалом, и мы провели четыре ревизионных вмешательства для удаления этого полилактида. ПДЛЛ — это материал, аморфный материал, который состоит из ДЛ-актида и Л-актида. Это такой модифицированный йогурт, как я его называю. Произведению очень не нравится. Он может деградировать посредством гидролиза. И у нас имеется... Его механическая прощность сохраняется в период на 8-10 недель. То есть за это время он постепенно разрушается по мере, скажем так, развития регенеративных процессов и восстановления костной ткани. Вот как выглядит вот это устройство. Это не винты, да, это такие штифты, которые сделаны из этого материала или на утрозвуке. Вот это водная баня, и здесь имеются специальные сеточки, пластинки, штифты и так далее. Я даже использую эти штифты для эндоскопического подъема лобной кости вместо винтов. И я не люблю, опять же, как говорил, кабели. И я надеюсь, что в будущем появятся инструменты, в которых не будет кабелей и педалей и так далее. Итак, несколько клинических случаев. Это, соответственно, Т3Н0, плоскоклеточная карцинома переднего синуса. И здесь мы видим нарушение передней и задней стенки. Мы провели резекцию с реконструктивной твердой мозговой оболочки. С помощью такой резервированной пластинки восстановили переднюю стенку с помощью табула экстерна. Внешние пластинки зафиксировали. Мы ее закрыли лоскутом. Вот что мы получили в конце операции. Вот через неделю после операции мы видим идеальную форму переднего синуса. Второй случай – это был рецидив синоназальной тератокарциномы по передней стенке максимального синуса и совместного челюстника. Операция была сделана в инверситете Гейдельберга первичная. Затем он появился у меня. Мы провели резекцию с последствием разреза трансорального доступа. Видите, мы удалили переднюю стенку. Я удалил стенку дно орбиты. Вот помещался таблицу, пластинку. И зафиксировал ее с помощью табула экстерна. То есть, другими словами, не сверху отсутствуют какие-либо основные шансы, либо рубцы. Это практически идеальная реконструкция. Вот результат КТ через три месяца после операции. Далее у пациента возник еще один рецидив в скуловой кости. Здесь я должен был использовать внешний доступ, резекцировать скуловую кость. Опять же, провел реконструкцию части дна орбиты. И опять же, здесь использовал табула экстерна. И поимплантировал материал с помощью резервируемых, скажем так, инструментов и устройств. И, соответственно, мы видим идеально восстановленную форму лица. И третий технический случай – это метастазы аденокистозной карциномы слюной железы. Здесь мы видим наружный доступ с резекцией, с полным удалением дна орбиты, скуловой кости. И также мы получили табула экстерна посредством коронарного доступа. И далее мы имплантировали кость, формируя пластинку, место для арки скуловой кости. Таким образом, вот здесь вот остаток скуловой кости фиксирован, вот здесь вот таким вот образом. Это орбита. И, соответственно, мы получаем возможность, скажем так, моделировать то, что мы хотим получить, как итоговый результат. И вот, собственно, конец операции. Также для чего еще используют материал? Если, например, мы работаем на паранозальном синусе, если мы идем на наружный доступ в такой ситуации, и была продлочевая терапия, то зачастую возникают фистулы. Сейчас я использую, в качестве подкладки, это развербированный материал. И боли не возникают после лучевой терапии фистулы. Я поставил пять вторичных имплантов после, соответственно, операции лучевой терапии и образования фистулы. То есть, был один случай рецидивы, и две ревизионных операции, и была продана вторая операция с резорб-икс. И здесь можно... Это, вот, собственно, различные зоны, где мы ставили импланты. Это латеральная стенка носа, орбита, макселя, верхняя чрезвычная синдрация и так далее. Было проведено всего лишь четыре ревизионных вмешательства. Три были предназначены для удаления этого материала, поскольку он полностью не резорбировался. Другими словами, если мы имплантируем этот материал на латеральной стенке верхней чрезвычного синуса, то есть, с одной стороны возникает ткань, с другой стороны имеется воздух. То есть, там отсутствует, не идет полноценная резорбция. То есть, материал резорбируется, конечно, но не полноценно. Его иногда требуется удалять в помощи операции. Об этом случае непереносимости, и нужно присутствовать удалительный материал в следующей грануломатозной реакции с образованием гигантских клеток на этот материал. Я использую моделизированную конструкцию вследствие. Благодаря возможности сгибать этот материал и продавать нужную форму, я получаю замечательную стабильность и замечательный статический функциональный результат во всех случаях. Здесь мы можем использовать эту методику для индивидуальных реконструктивных мышцов, благодаря его бессовместимости и стабильности. Замечательный результат, я уже его использовал при ринопластике, для аллопластики. То есть, другими словами, я беру очень тонкие слои резорбекс, толщиной где-то меньше породка одного миллиметра, для того, чтобы стабилизировать хрящ благодаря ему. И я рекомендую использовать для костных и конструктивных мышцов после расширенных оперных резекций, травм в средних отделах лица и других костных дефектах лицевого скелета. Это вот некоторые литературные ссылки, и у меня были очень специфические ситуации, когда я не мог провести реконструкцию, когда слишком большие травмы были. Я вместе иду на эпидемические вмешательства. И здесь мы видим полное восстановление носа, глаза или части носовых тканей. Это палеоактивная ситуация. Здесь имплант на винтах. И здесь мы видим полное восстановление уха. Другими словами, если мы не можем восстановить материал, если у вас имеется хороший анапластолог, то мы можем имплантировать винты, то мы можем в итоге получить идеальный фактический результат. Спасибо. Один вопрос у нас. Можно? Пожалуйста. Спасибо за интересную презентацию. У меня есть один вопрос. Сколько времени требуется для резорбции таких массивных имплантов? Процесс резорбции на самом деле зависит... Ну, во-первых, для резорбции плант должен покрытся с двух сторон. От 8 до 10 недель уходит на резорбцию. Если мы говорим о верхнечелюстном синусе, то с одной стороны находится воздух, с другой стороны находится ткань, то здесь резорбция идет слишком существенно дольше, и его иногда нужно удалять, либо он может сломаться, но, как правило, это не... Но, в основном, это небольшая проблема, просто вторая операция не требуется. И он обеспечивает дополнительную стабильность сейчас литеральной стенки максиллярного синуса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok